коллеги всем привет на связи халеба евгений это это мое плановое видео с прогнозом анализом и прогнозом рынка нефти кто первый раз на канале представлюсь халеба евгений трейдер финансовый аналитик канал посвящен соответственно этим темам пара слов о рынке нефти на самом деле решение было на мой взгляд сюрпризом для рынка никто этого не ожидал под поскольку как минимум необходимости в продлении сократ добровольного сокращения соусудовской аравии не было рынок нефти спрос на нефть восстанавливается вместе с расширением в восстановлением экономики поэтому это решение на мой взгляд предпринято под какую-то конкретную задачу даже возможно это снятие санкций с ирана либо же еще что-то да что связано с расширением предложения вряд ли это ливия которая утверждает что хочет выйти на 2 миллиона до 2023 года пусть выходит из быстрого да это вот исключительно история с ирана почему так думаю потому что повышение цен на нефть это инфляционное давление хоть мы видим что вчера фрс пока не обеспокоены этим давлением и утверждают что рост инфляции будет носить краткосрочный характер из-за низкой базы прошлого года тогда но так но если не все продолжит расти то инфляция предложения будет дальше увеличиваться при всем при том что экономика как и ожидается будет расширяться дальше мы знаем что сектор услуг таки не начал расширяться поэтому бы с расширением всех сектора услуг у нас будет расширяться и рынок труда что конечно же скажется на росте зарплат а это также инфляция предложения с точки зрения инфляционного давления то что сделала пэк это вредительство но нужно понимать что если мы говорим о макроэкономических показателях то временные рамки там совершенно другие чем у трейдеров чем у спекулянтов поскольку квартал с высокой инфляции еще не означает что это плохо главное чтобы средняя годовая инфляция как то утверждает опять таки фрс не превышала два процента поэтому краткосрочно в принципе пока ничего нет плохого но мы уже знаем что индия китай начинают потихоньку сокращать объемы и отказываются от поставки грузов нефти с ближнего востока поскольку очень высокие цены по всей видимости китай заливал в хранилище на в в прошлом году на нефть и вот зная эту всю перспективу которую сейчас мы наблюдаем поэтому начну с того что рынок нефти на сегодняшний день крайне политичен и то что происходит на нем с точки зрения регулирования предложения в рамках опек плюс и опек и саудовской аравии носят чисто политический характер поэтому оценивать рынок нефти крайне сложно мы уже имеем толстый хвост который в принципе имеет низкую вероятность до появления в целом но когда он появляется по собственному опыту могу сказать что рынок что котировки могут продолжать двигаться в сторону толстого хвоста еще длительное время к примеру так было в 2018 году после цикла роста да вот опять таки на первом соглашении по плюс цикла роста нефти в полгода происходил разворот сейчас цикл роста более короткий да тогда он был двугодичный сегодня он годичный поэтому разворот будет быстрее но с некоторыми оговорками ну что ж давайте мы приступим и первым делом мы посмотрим на то что что конкретно прогнозируют ведущие агентства по спросу на нефть в 2021 году мы видим что разошлись мнения есть некий лагерь это международное энергетическое агентство и апек ожидается немного большим опыта 96 копейками до ожидается спрос рост спрос на нефть среднесуточный в текущем году это прогноз естественно и международное энергетическое агентство ожидают чуть выше спрос да но тем не менее у обоих по логия такие да вот приросты да то есть мы мы видим что на самом деле восстанавливается спрос очень медленно немного выше у нас energy intelligence агентство выше 97 и там же минэнерго сша но обратите внимание что минэнерго сша прогнозирует снижение в текущем году да то есть у него кривая отрицательная да то есть у нее нисходящий на наклон то есть от месяца к месяцу международное энергетическое агентство понижает восстановление спроса и на самом деле этим она отличается от остальных агентств остальные агентства ожидают рост ну международное энергетическое агентство тоже пока что замедлило восстановление спроса но тем не менее она не снижается то есть там ожидается прирост на 5 5 миллионов баррелей в сутки на например феврале месяце ожидалось 5 4 миллиона баррелей то есть где-то примерно в одном диапазоне это все происходит ну давайте теперь пройдемся по отдельным показателям даме минэнерго сша мы видим что ожидается рост спроса в то есть дисбаланс рынка в сторону профицита в третьем квартале 2004 2005 2 2002 21 текущего года также у нас профицит будет в четвертом квартале текущего года на самом деле прогноз от минэнерго он все хуже и хуже от месяца к месяцу если мы помним примеру осень то ожидался сильный дефицит рынка и даже четвертый квартал был наиболее дефицитен чем первые два и сейчас это все на настроение меняется и вы обратите внимание что и 2022 год тоже вот рынок в тонком тонком балансе при этом конечно же оговорки что сделка по плюс будет выполняться на мой взгляд то что приняло решение вот а пк плюс продлить и вместе с саудовской аравией почему-то она не сильно отразилось на на этом прогнозе минэнерго ну да и ладно да имеем то что имеем мы входим уже во второй квартал мы уже в нем его во втором квартале ожидается небольшой дефицит меньше дефицит чем был в первом квартале в третьем уже начинается профицит что касается опек об а пока немножко ситуация улучшилась и ну в плане того что для бычьего рынка рам я публиковал эти расчеты у себя в канале телеграм кстати кому интересно переходите смотрите около двух миллионов баррелей в сутки примерно такой дефицит на второй квартал у нас то есть мы видим что здесь меньше 2 да у минэнерго до двух мы не дотянули в первом квартале было два и сейчас там около одного то у опека чуть повыше но на самом деле первый квартал только начался поэтому меняться будут расчеты естественно конечно же с учетом того что он если с мая месяца сразу на рынок выйдет там полтора миллиона баррелей к примеру до один от саудитов и 05 от опек плюс то конечно же этот баланс сразу же сократится и станет в районе того же миллиона как у минэнерго сша тем не менее сокращение добычи на 647 тысяч в феврале месяце конечно же львиная доля на саудитов тем не менее нигерия нарастила больше всех 161 тысяча да ну и стоит оговориться что на апрель не переносят свои квоты казахстан и россия и новых заявил что в ближайшие там две-три недели восстановится этот эта добыча восстановится там порядка 8 800 тысяч баррелей посмотрим что будет с этого ну и минэнерго на самом деле не нашел я картинку минэнерго отчет платный поэтому приходится искать в твиттере как картинки свежего выпуска с прогнозами не нашел я картинку по балансу тем не менее есть картинка по запасам да и мы видим как стремительно снижаются запасы после резкого роста на самом деле запасы уже на уровне 2016 года то есть вернее ниже до этого уровня тогда не в тоже разворачивалась вверх и сейчас мы имеем более стремительный цикл чем в то время ну посмотрим что будет дальше ожидается что запасы будут и дальше сокращаться в целом мы а то есть международное энергетическое агентство сократила повысила спрос да вот на сто тысяч баррелей при этом сократила предложение да то есть там по моему около опять таки есть у меня этот пост с обзором отчетом в телеге можете там почитать но по моему там около полутора миллионов баррелей вы было феврале из-за действий со саудовской аравии пэк что прилично увеличила дисбаланс но в своих как комментариях мы опишет что несмотря на то что несмотря на действия пэк плюс и саудовской аравии нефти завались то есть как в виде резервных мощностей опыт плюс примерно по оценкам а есть 77 миллиона баррелей дополнительной добычи да то есть они могут сразу это вылить на на рынок быстро также есть резерву америки ну и запасы остаются выше пятилетней средней что также немаловажно поэтому так таким образом мы пытается сбить панику и на самом деле на мой взгляд это достаточно грамотное решение хотя бы устной интервенции провести до чтобы рынок немножко охладить потому что тот супер цикл который мы видели с ноября месяца он где он действительно носит в себе инфляционный шок поэтому нужно быть аккуратнее спекулянтами до чтобы их не него не возбудить на новые покупки что касается китая феврале месяца китай остался плоским и там небольшой рост импорта нефти произошел но он все равно там плюс-минус плоский при этом мы видим что пик в 13 миллионов летом 2020 он очень высоко то сейчас 11 миллионов импортируется на 2 миллиона меньше я думаю что в марте мы увидим снижение этого показателя почему-то не докажется что по таким ценам многие покупать уже не хотят но и есть вопросы к запасам как утверждают аналитики физического рынка у китая огромные накопленные запасы в том числе и участников да вот окна называемых чайников то есть это чая частная нпз региональная которая то тоже по наливали нефти впрок и это может и это наверняка скажется на импорте при высоких ценах которые мы наблюдаем в марте далее цикл балтик индекс дрю до балтик дрю индекс это стоимость фрахта 1 из разновидности стоимость фрахта не стал искать еще до дополнительные есть сайт бы да и там есть ряд этих всех индикаторов индикаторы эти платные но не но что то есть и в бесплатном формате ну в целом что хотелось бы сказать мы видим что показатель находится на своих пиках да вот пиках даже мы переписали пики дошли вы до уровней начала то есть конца 2019 года это поддерживать цены на нефть всегда это происходило вот на максимумах да но при этом чаще всего в начале разворачивался сам индекс а потом уже тянулась за ним нефть пока что индекс не разворачиваться так к примеру было в 2014 в начале падение индекса потом уже падение нефти так было у нас в 2018 в начале года тоже индекс задерся потом упали и вот только в начале 2018 после падения индекса уже была небольшая коррекция да но опять таки она была небольшой далее вот падение кстати 2019 то есть вернее в конце в 18 было синхронным но обратите внимание что рост и индекса не привел к росту бд нефти в 2019 то есть и здесь была такая обратная динамика ну видимо это была коррекция да то есть кстати этот вот эта штука она мне необъяснимо то есть я бы я пытался ее обдумать и так у меня не получилось понять что происходит и дну и так же само было снижение индекса вот колоссальная перед крахом 2020 года да то есть чаще всего в начале снижения индекса а потом уже снижение нефти час этого не происходит поэтому я считаю что нефть еще не созрела для разворота тренда что касается запасов в сша ситуация следующая запасы нефти накапливаются это связано с энергетическим кризисом мы видели несколько недель буквально вот таких колоссальных там по 20 миллионов накапливалось это было связано со сниженным спросом со стороны нпз которые были остановлены вот и сейчас мы видим на самом деле сезонный рост до обратите внимание что мы растем сезонно по по запасам поэтому удивляться нечему удивительно другое то что так колоссальное сокращение запасов нефти бензина произошло до связано опять таки с тем что нпз стояли и это кстати поддерживает рынок то есть несмотря на рост запасов нефти все снижаются запасы бензина и дистиллятов то есть это в свою очередь компенсирует до рост за запаса в нефти и складывает некую картинку баланса что это все закончится и ситуация развернется посмотрим что будет дальше но бы обратите внимание что бензин уже упал ниже пятилетнего канала то есть это это форс-мажор которые реально мы наблюдали в феврале в энергетике штата техас ну и в принципе это отразилось конечно же на ситуацию в стране в америке вот но запасы подошли к минимумам которые приходились на сентябрь месяц тоже до интересный такой момент посмотрим что будет дальше но это тоже на мой взгляд не в пользу разворота тренда ну дистиллята я уже показал до снижения продолжается решил я не включать дистилле запасы в японии фуджаре в этот выпуск он будет у меня воскресном выпуске я публикую их на еженедельной основе для того чтобы урезать этот выпуске не растягивать его далее история с реальным сектором то бишь с производственным сектором я взял сша крупнейшую экономику да по сути анализирую америку мы анализируем весь мир и и ситуация следующая удивительно но правом производства от года году у нас феврале месяце снизилась синяя линия да вы видите при этом даже в годовой динамике мы не дошли до уровней прошлого года то есть промпроизводство остается очень слабо конечно же это связано с низким спросом здесь на надо понимать что спрос по потребительский спрос остается вялым и поэтому конечно же промпроизводство отстает но что самое интересное что деловой цикл уже вышел именно поймай мануфакчури вышел к уровню 60 что крайне важно поскольку от этого уровня мы все всегда отступали с 1988 года этот пост о поймай и зависимости с производственной инфляции я выкладывал у себя в телеге кому интересно можете посмотреть там я описал вот дисбаланс в реальном секторе америке кстати о котором упомянул вчера пауэлл и мне было приятно о том что я только об этом написал пауэлл тоже акцентировал на этом внимание что производственный сектор уже вышел в зону перегретости а деловой сектор еще пока даже не начал расти о чем это и говорит о том что скорее всего у нас будет разворотов по в промсекторе в пользу сектора услуг ну-ка и конечно же с открытием экономики будут открываться бары рестораны и так далее так далее так далее поэтому услуги будут сектор услуг будут расширяться но это и важно поскольку реальная экономика на данный момент это в первую очередь сектор услуг а не промышленность вот тем не менее продолжают расти производственная инфляция продолжает увеличиваться черная линия да и красная линия это wd от года к году тоже продолжает нарастать невзирая на слабый производственный спрос то есть понятное дело что это результат работы опек то есть инфляция тянется за ростом энергетики и пром товаров пром металлов в первую очередь поэтому рост энергетики и под и подстегивает рост инфляции что крайне плохо в условиях медленного восстановления пром производства поскольку рост цен на сырьевые товары в первую очередь но это прямые издержки до прямые издержки производителей товаров это крайне плохая история кла крайне плохая которая уже это сигнализирует о перепроизводстве в секторе в по в производственном секторе америке и говорит о том что вероятнее всего сектор будет снова снижаться что сократит спрос на энергетику и промышленные металлы поэтому это не в пользу продолжения роста но опять-таки цены на нефть целиком и полностью на сегодняшний день политизированы действиями опеки садовской аравии и поэтому оттуда во будет все зависеть не от реального спроса далее инфляционные ожидания и цены на нефть тоже обратите внимание инфляционные ожидания вчера уже были в районе 2 и 6 процента я говорил что до 3 мы свободно будем расти и мы знаем что фрс пока не рассматривает вопрос об ужесточении денежно-кредитной политики что подстегнула снова ожидаемую инфляцию я думаю что до 3 мы дойдем и это в принципе также поддерживает цены на нефть мы мы видим плотную связь да то есть она есть конечно же инфляционные ожидания ну видимо это саморегулируемые процессы да то есть рост цен на нефть подстегивает ожидаемую инфляцию ожидаемая инфляция подстегивает рост цен на нефть то есть это такие вот да самосбывающиеся прогнозы или но то есть это система саморегуляции поэтому на мой взгляд это дело может только остановить фрс своей жесткой рукой ну и ожидаемая инфляция конечно очень сильно сказывается на курсе доллара который по идее должен снижаться но я хотел еще раз много получаю в личку вопросов о корреляции то есть о международных связях да и все удивляются как ты ждешь там типа рост доллара и рост нефти это невозможно это возможно почему потому что обратите внимание 2017 год на начало доллар здесь нанесен блин доллар здесь нанесен инверсионно то есть умножим на минус единицу мы видим что рост доллара в 2016-17 годах переписал в то время мы переписали хаи и дошли почти до 120 пунктов было 117 с копейками не привел к тому что нефть снижалась да и вот обратная история рост то есть снижение курса доллара в начале не не приводила причем мы снизились до уровня 113 до условно это не не при не привело к к росту нефти до наоборот нефть снижалась что в то время то здесь цикл был нарушен почему он был нарушен потому что в декабре 2016 была сделка по плюс 1 конечно же это поддержала цены и в ожиданиях этого всего и по факту цены не падали на том что доллар у нас укреплялся также само укрепление доллара происходило и в 2009 с 18 по 19 цены на нефть стояли на хаях и они рухнули мгновенно да только осенью 2018 в начале 2019 то есть обратите внимание какая сильная была не дивергенция ну и дальше все конечно же было плюс-минус синхронная так вот и сейчас история с апплюс она и поддерживает цены на нефть то есть доллар может укрепляться но при этом нефти может не падать конечно на она расти не будет на такие при таких условиях но она может не упасть а стать в боковую коррекцию поэтому глубина коррекции даже когда рынок развернется будет под большим вопросом что касается снг 500 не будем ее рассматривать это тоже самое что доллар что ожидаемая инфляция но сейчас это все одно и то же что касается распределения позиций и вообще ситуации на фьючерсном рынке открытый интерес бренд плюс wti биржи с м е и айс соответственно у нас открытый интерес продолжает расти то есть интерес к рынку нефти устойчивый это сказывается в первую очередь на росте чисто спекулятивной позиции которая пока еще находится достаточно низко относительно своих экстремумов в начале двадцатого и тем более восемнадцатых годов то есть я считаю что пока мы не дошли по этой позиции к этим уровням нефть не развернется я сделаю короткое резюме в конце видео и там я выскажу мысль почему я это ожидаю до любопытная история с позиции институционалов да мы видим как это было в 2016 тогда она была такой же и сейчас у нас она обратная дата ну так такая же как как было в то время у нас был лой и был лой и был хайп у этой позиции вот сейчас она примерно уже сделала вот такое снижение которое было в то время да я считаю что вот в принципе на локальную коррекцию да не разворот тренда пока локальная коррекция уже вполне возможно чем мы мы посмотрим на на тех анализе вот далее кстати этих анализ дамут бренд это и койл это условно спорда севдишка на спот мы пришли это не клеенный графика мы пришли к очень важным уровнем крайне важно здесь у нас верхняя граница восходящего фрактального канала который цикл пред предзнаменует цикл роста на который у нас был с апреля месяца прошлого года то есть ему уже год этому циклу и вот мы уперлись в его завершающую фазу да здесь у нас максимум 2020 начало прошлого года когда было был поставлен пик перед падением и здесь у нас вот такая трендовая диагональ такая достаточно уверенная да то есть здесь очень три крупные точки которые на мой взгляд пройти будет крайне сложно поэтому рынок здесь однозначно забуксует что мы уже и наблюдаем что касается отклонение от среднего значения любопытная картинка здесь также мы начали разворачиваться мы видим что мы вышли за второе стандартное отклонение и это вот тот толстый хвост о котором я говорил да о том что мы в состоянии толстого хвоста и рынок начал корректироваться и моя прогнозная модель это всего лишь экстраполяция текущие до модели она так также сильный синхронизирует о продолжении снижения ну да в доверять ей можно через раз поэтому здесь пока не стоит обольщаться что касается это light все и да 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 был в тебя четырехчасовик то у нас были крупная до графики двернее мы масштаба это у нас более мелкий на мой взгляд снижение к уровню 60 после пробоя вот этой поддержки вполне реален но я пока не ожидаю пробоя и ма 200 и пробоя вот поддержки которая была сформирована в конце февраля начале марта пока я считаю что рынок не созрел для снижения и кстати вот давайте теперь резюме почему я так считаю на мой взгляд самое главное конечно это приверженность опек плюс свои сделки это плотная такая работа по выполнению и регуляции до этой сделки она конечно же придает уверенности быкам и она поддерживает сильно рынок при этом стоит понимать о том кстати не мне показал вам одну важную картинку почему-то я не включил забыл она это запасов саудовской аравии запасы саудовской аравии упали до минимум с 2002 года то есть то есть это грубо это исторические минимумы при этом мы знаем что саудовская аравия занимается плотно зеленой энергетикой уже там пятый год поэтому на мой активно да это делает там много миллиардные проекты поэтому на мой взгляд идет распродажа для дальнейшего какого-то для для дальнейшего этапа в развитии энергетики но это такие длинные прогнозы и на самом деле это даже и не прогноз это просто наблюдение и мнение связанное с этим наблюдением то есть и ним не буду я утверждать что мы упадем там опять на 20 или еще куда-то это это глупо на мой взгляд так так рассуждать потому что нету никаких доказательной базы для этого да вот но что мы имеем в текущем году мы конечно же имеем вакцинацию вакцинация хоть как бы там не писали сми о том что найдет плохо там какие то есть побочные действия но уже вакцинирована в разы больше чем заразившихся людей что очень важно это позволяет открывать экономику да у нас есть в европе ими же озвученная третья волна до опять вводятся гарантийное ограничение в европе тем не менее америка вышла великобритания выходит да то есть по сути мир уже начинает оживать конечно же может быть еще какая-то история там до лета до которая связана вот с третьей волной там в европе может быть опять что-то перекинется на великобританию остальные страны но на мой взгляд вакцинация процесс процесс вакцинации идет и все будет хорошо если конечно же не образуется новых штаммов либо еще чего-то но предсказать будут ли они или нет это невозможно потому что у нас есть но мы не медики да и мы на самом деле не имеем понятия мы я имею ввиду экономисты и финансовые аналитики вот поэтому на мой взгляд спрос будет расширяться как кто ожидают наши международные энергетические агентства что они ожидают я и я думаю что вот расширение там на там пять шесть миллионов баррелей в сутки относительно 2020 это вполне реальная цифра но то есть просьба утра расширяться предложение у нас регулируется а пока не не даст упасть рынку на мой взгляд пока пока еще для этого времени пришло основные риски для быков сейчас это конечно же история с ираном но я думаю что она будет не так быстро как 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 того хочется да это такие крупные партии которые разыгрываются годами и поэтому нельзя исключать что перед тем как будет озвучено какое-то решение о снятии санкций с ирана вполне возможно как то и бывает до часто как будет новая волна эскалации при которой даже могут быть какие-то военные операции на самом деле но мы это видели уже неоднократно как когда разворачивалась не в две тысячи восемнадцатом году была активная военная операция в сирии с участием россии и америки там и многих стран что попаду подогревала нефть поскольку это была эскалация на ближнем востоке поэтому вот ну такое на при напряжении она поддерживала быков и вот я думаю что в этом году нельзя этого исключать тоже также мы видим ухудшение отношений кстати с сша россия китай вот здесь тоже есть такой момент в международном в международной политики на международных отношениях да это крайне важный крайне важная история поскольку видимо это какие-то геополитические трения понятное дело что америка не хочет уступать китаю первенство в мире по экономике да и влиянию по поводу россии там ну видимо это какие-то отношения между демократами да вот которые тем демократы почему-то вот все лезут про против россии основания конечно же это действие на украине поэтому на мой взгляд эти трения были ожидаемы то есть и в принципе ожидали ухудшения обстановки и отношений до америки и и россии при байдене поэтому здесь ничего удивительно а вот с китаем кстати очень интересно и если эскалация будет дальше проходить то это будет очень нервировать рынке несмотря на то что у нас по идее инфляционные ожидания растут и это поддерживать все рынки вот ну так или иначе вот это это те основные риски которые мы имеем на сегодня да по поводу ну можно по понимаем что россия и сделки вышла да то есть поскольку им квоты сняли и они могут теперь дабы добывать выйти на уровень до сделки а пак то есть это примерно плюсом 800 чем-то тысяч баррелей в сутки добавит россия то есть уже видно что их отпустили вот нельзя исключать что их обратно потом вернут до в случае необходимости поэтому я и говорю что вот эти действия так плюс они очень очень хорошо сейчас скоординированы и поддерживают рынок нефти поэтому что я думаю я думаю что в ближайшее время в ближайшей перспективе снижение к уровню 60 по wti вполне реальный сценарий а вот потом будет вопрос то есть на момент снижение на момент точки в 60 надо будет это дело все переоценивать взвешивать что будет дальше да я думаю чтобы оттуда вы будут разворот и новый перехай то есть это будет история примерно 2018 года но я уверен что она будет не такая затяжная да как как она была тогда и где-то примерно во вторую половину апреля можно уже попытаться в поймать бычий медвежий рынок уже с разворотом тренда насчет разворота тренда пока не уверен как он будет проходить потому что коррекции у нас дело дело не нестандартная да то есть их очень много моделей это может быть как боковик это может быть как какие-то треугольники это может быть глубокий возврат конечно же но сейчас при предсказать невозможно нужно будет смотреть как будет проходить первые волны и под какой и под каким информационным фоном да то есть что будет светить и нам в перспективе с точки зрения физического рынка ну пожалуй это и все что я хотел вам сказать на сегодня всем спасибо за внимание спасибо кто смотрит спасибо за активность на моем канале кому интересно подписывайтесь на мой телеграм-канал там есть оперативная информация то есть все то что я даю вам здесь там тоже публикуются в текстовом виде но более оперативно более своевременно самое главное переходите на мой плейлист познавательная там есть очень много прикладной информации для практикующих трейдеров я даже уверен что неважно какой у вас опыт вы найдете для себя там что-то ценное однозначно всем спасибо до встречи на рынках пока